Добрый день, с вами Максим Чех. Этот ролик выходит при поддержке патронов с Патреона. Огромное спасибо Кхелос, Егору Громыко и Егору Бычкову за поддержку. Сегодня я хочу рассказать немножко о теории управления, о том, чем мы занимались в предмете оптимальное надежное управление. По этому курсу у нас было около 10 домашних заданий и семестральная работа. Для семестралки на выбор давалось несколько тем. Я выбрал ту, которая наиболее близкая к робототехнике. Нам выдали математическую модель робота, очень упрощенный двумерный вариант робота Хэндл от Boston Dynamics. Выглядит наш упрощенный робот следующим образом. В механическом плане робот представляет из себя колесо, к колесу прикреплена палка и к первой палке через пружину прикреплена еще одна палка. Все параметры робота, такие как тугость пружины, диаметр колеса, масса палок, указаны в математической модели робота. Управлять роботом можно с помощью двух моторов. Один находится между колесом и первой палкой, а второй, собственно, между двумя палками. Не знаю, как это показать. В качестве команды мотором мы прямо задаем крутящий момент в ньютон-метрах в интервале от минус 20 до плюс 20. С помощью математической модели мы можем запускать симуляции с роботом. Например, если мы не будем выключать моторы, то робот будет вести себя следующим образом. По действиям гравитации просто вяло упадет вниз. Наша задача из исходного положения максимально быстро проехать роботом 5 метров вправо, или влево, не знаю, как вам. И зафиксировать его в этом положении, чтобы он не падал. Давайте посмотрим, как решаются подобные вещи. На самом деле наша общая задача, она раскладывается на три меньших подзадачи. Первая – это рассчитать оптимальную траекторию, по которой робот может проехать эти 5 метров. Вторая – это, собственно, проехать эти 5 метров, там тоже свои нюансы есть. И третья задача – это остаться стоять на месте в фиксированном положении. Последняя задача, на самом деле, самая простая, и с нее мы и начнем. Нам необходимо выбрать начальное положение, в котором мы хотим робота удержать. Динамика робота имеет 6 состояний. Это 3 угла и еще 3 угловые скорости деталей робота. Состояние робота в любой момент времени полностью описывается вот таким вектором. Здесь θ0 – это угол поворота колеса. Производная θ0 – это скорость вращения колеса. θ1 – это угол отклонения первой палки от вертикальной оси. Производная θ1 – это, соответственно, скорость вращения первой палки. И θ2 относится ко второй палке. Для примера я выбрал вот такое начальное положение робота. Колесо в начальном положении, все скорости нулевые. Нам не надо, чтобы что-то двигалось. Первая палка чуть-чуть отклонена от вертикали, а вторая палка возвращена в обратное положение. И все вместе это выглядит так, как вы видите на экране. Для стабилизации робота я воспользовался методикой DLQR. Это дискретный линейно-квадратичный регулятор. В этой методике мы накладываем штраф на отклонение системы от целевого состояния. Путем научного метода пробы ошибок я нашел подходящие коэффициенты. Самый большой вклад в ошибку вносит угол колеса и угол второй палки. Все остальные состояния для стабилизации не так важны. В MATLAB есть готовая функция DLQR, которая возвращает оптимальную матрицу обратной связи. Но чтобы воспользоваться этой функцией нам нужна линейная система, а у нас, напоминаю, нелинейная. Давайте посмотрим вообще, как выглядит математическая модель робота. Выглядит она следующим образом. Вы видите, что здесь творится какой-то хаос в уравнениях более 90 разных членов, всякие синусы, косинусы. В общем, вручную с этим работать нереально. К счастью, MATLAB умеет проводить символьно-дифференцирование и интегрирование. Мы можем линеаризовать систему, то есть заменить сложную нелинейную динамику максимально близкой к ней линейной версией. Она будет неточной, но математически доказывается в курсе, который мы проходили, что эта неточность будет минимальной из всех возможных. Если состояние системы не будет сильно отдаляться от рабочей точки, в которой производилась линеаризация, то все будет в порядке. Динамика линеаризированной системы описывается с помощью простых матриц. Теперь мы можем подставить матрицу системы и коэффициенты штрафов в MATLAB функцию и получить матрицу обратной связи. Таким образом, задача стабилизации робота в нужном положении будет решена. Робот стоит в начальном положении, не падает, почти не двигается. Следующая задача – это поиск оптимальной траектории, по которой робот проедет 5 метров вправо. По траектории тут подразумевается не просто путь по земле, который надо проехать, а последовательность состояний робота во времени. То есть оптимальная траектория говорит, в каком положении находится и с какой скоростью двигаются части робота в каждый момент времени. Это задача численной оптимизации. Существуют разные способы ее решения. Я использовал так называемый метод прямой коллокации и решал задачу с помощью соловера касания. Задача оптимизации состоит в минимизации какой-то целевой функции при условии выполнения ряда ограничений. Поскольку наша задача звучит так, что нам нужно проехать 5 метров как можно быстрее, это ключевая фраза, как можно быстрее, целевой функцией будет просто минимизация времени движения. Из ограничений у нас задано начальное и конечное состояние робота. Известно, что ограничен крутящий момент на моторах. Это тоже надо учитывать в оптимизации. Кроме этого я добавил дополнительные ограничения на отклонение палок от осей, чтобы они не шаркали по полу при езде. И еще ряд ограничений накладывает метод прямой коллокации. Я не буду вдаваться в математику сильно глубоко. Если хотите, посмотрите очень хорошее видео, на котором я основывал свою работу. Ссылка в описании. На моем ноутбуке соловер решал задачу около 30 минут. Время движения получилось в районе полутора секунд. На выходе мы получаем оптимальную траекторию системы и оптимальную последовательность команд для моторов. К сожалению, этот результат не содержит обратной связи. Просто предполагается, что мы в нужные моменты времени будем подавать нужные команды на моторы. И робот благодаря этому доедет до заданной цели. В реальности это так не работает. И без обратной связи робот очень быстро начнет отклоняться от рассчитанной оптимальной траектории. Поэтому нам нужно решить еще третью задачу. Это следование по заданной траектории. Для этого мы можем применить опять-таки LQR регулятор, который уже использовали для стабилизации робота в стоящем положении. Но теперь мы будем минимизировать не отклонение от начального положения, а отклонение от траектории. То есть в каждый отдельный момент времени мы знаем актуальное состояние робота, благодаря сенсорам, ну и в данном случае оно нам прямо известно. И мы знаем в каком состоянии он должен находиться в этот момент на оптимальной траектории. На основании этого мы с помощью LQR регулятора рассчитываем матрицу обратной связи и потом рассчитываем оптимальную команду для обоих моторов. Посмотрите, что получилось в результате. Я прошу прощения, видео немножко дерганное, но на нем видно, что робот быстро уезжает вправо на 5 метров и остается там стоять. Поиск оптимальной траектории это вычислительно сложная задача, и ее не получится просчитывать в реальном времени. Но можно заранее посчитать оптимальной траектории на некие разные случаи жизни и по ситуации смотреть и выбирать нужную траекторию и просто исследовать. На этом все. Надеюсь, ролик был интересен и полезен. Может быть полезен кому-то. Большое спасибо всем, кто посмотрел. Большое спасибо патронам на Патреоне, которые это дело поддерживают. Подписывайтесь, ставьте лайк, бейте в колокол. И если вам интересно было, то рассмотрите возможность поддержать меня на Патреоне. На этом все. С вами был Максим Чех. Пока.